Я в детстве увлекалась, в детстве, блин, ещё в школу ходила, увлекалась астрологией и гороскопами, знаками зодиака и так далее. Я всегда думала, откуда они знают, что у козерогов больны колени? Или откуда знают, что у рыб проблема с лёгкими? Ну, в каждом гороскопе про знак зодиака есть какие-то болезни присущие. Вчера такую аналогию провела, аж удивилась. Ну, это же всё психосоматика. Когда ты понимаешь психотип козерога, что козероги — это люди, которые идут на пролом. Они не гибки в своём мышлении, они всегда добиваются своей цели. Ну, это и плюс, и минус одновременно, потому что во всём есть и плюс, и минус. Добиваться своей цели, идти на пролом, с одной стороны, хорошо. С другой стороны, негибкость сразу отражается в теле. Чем? Проблема с суставами и с коленями, потому что ты негибко идёшь, а сразу по головам. И очень хорошо астрологи просто владеют психосоматикой. Блин, психологический портрет сразу вот на тебе болячки. Рыба точно так же. По их складу характера думала, ну откуда, блин, астрологи знают, что у них с лёгкими проблема? Ну как, блин, Сатурн там с Солнцем может с Марсом это объяснить? А здесь психологического портрета понятно, блин, давать им сложно, принимать им тоже сложно. Лёгкие — это дыхание, вдох-выдох, принятие и отдача. Короче, по психологическому портрету, понятное дело, у них будут проблемы с лёгкими. Вот, но так как сейчас у меня другое мышление, то есть развиваю плюс, а не минус, гибкости мне не занимать, поэтому у меня никогда не болели ни суставы, ни колени. Вот, я неправильный козерог. Вот, так что покорность идти по созданной программе ваших гороскопов, ну это как бы предначертать свою судьбу, и она такой и будет. Вот, но вы можете гибко менять свои реальности, поэтому даже не надо слепо верить в то, что вот вам говорят. Почему ещё не очень хорошо ходить там гадалкам разным, которые будут вам прописывать сценарий, по которому вы будете жить, а вы подсознательно по нему будете жить, если вам его пропишут, потому что у вас есть дверь к этой гадалке, иначе мы его не пошли. Вот, лучше не знать. Когда вы не знаете, вы можете менять будущее и прошлое. Когда вы знаете, ваш сценарий по шаблонному пути идёт. Вот здесь про гайморит был вопрос. Как избавиться от гамморита без операций? Гайморит, заложен нос, да, вот то, что у меня было по жизни. Это внутренний плач, невыплаканных слёз, обид, держание за прошлое, не позволять себе вот эти эмоции прожить из каких-то шаблонов, проецирует вот этот гайморит. То есть, опять же, надо учиться новым привычкам, позволять себе, во-первых, отпустить прошлое, простить всех обидчиков, понять, в чём там был опыт, чему они хотели вас научить. Это всего лишь отклик, блин, вселенной, я не знаю, вашего мира, вас в материальном, внешнем мире, да, отклик на ваши мысли и ваши решения. В мире ничего не происходит просто так. Оно всё происходит точной копией ваших решений, ваших мыслей. Вам это нужно было. Не надо корить Микки Маусов, которые появляются в вашей жизни, за какие-то поступки, если режиссёром этих поступков были вы, и вам только подыгрывали. То есть вам уже вот это вот всё надо переосмыслить, ваше прошлое. Невыплоканные вот эти слёзы и обиды. Как только вы поработаете над собой, возьмите регрессолога, возьмите коуча-психолога, пофиг, сходите и пройдитесь по вашему прошлому, да. Прошлое ваше, да, оно не существует. В прошлых эфирах часто про это рассказываю. Это ваши мысли сейчас творят ваше прошлое, прям в этой точке здесь и сейчас. Ваши шаблоны вам просто показывают то, о чём вы думаете, чтобы проанализировав якобы это прошлое, вы могли понять, что у вас сейчас в голове, почему у вас сейчас гаморит. Вот, пройдитесь по якобы вашему прошлому и выкопайте оттуда, и простите. Причём себя в первую очередь вы вините, потому что невыплоканные слёзы и нос, да, это вы не можете полной жизнью дышать, делать полный вдох, принять всё, что у вас было. И принять себя не можете, потому что вы себя ещё осуждаете. Как вы неправильно поступили, а зачем вы это сделали, а нахрен вы это сделали, зачем вы вообще с ним были, да, зачем вы там что-то или не сделали, проблемы какие-то у вас из-за упущенной выгоды, что вы не решились, и теперь ваша жизнь там поломалась. То есть вот проанализируйте, одному, как бы, наверное, сложно будет вам разобраться, если быть не в теме. Нелли, дорогая, про астрологию. Многие хотят знать направление, профессию в жизни. Если сам не можешь услышать, что хочешь, для этого можно использовать же астролога. Да можно всё, почему нет? Наш мир подаёт нам знаки бесконечно, даже на баннерах вокруг написанных, даже на нечаянно услышанные фразы от прохожих. А астрологи тем более, вы их создали, чтобы они вам помогли. Идите, только помните, что это не единственный путь, и не надо в это слепо верить. То есть вы для себя вдруг как инсайт почувствовали, блин, да действительно, мне это интересно, почему бы не попробовать? Вы попробуете, и вам понравится. Попробовали, вам не понравилось, значит, так всё, нафиг, пошёл дальше думать, что делать. Почему нет? Лишнее, мы же с людьми взаимодействуем, лишнее мнение, оно никогда не бывает лишним на самом деле. Даже не лишнее мнение, не так. Просто внешнее какое-то мнение не бывает лишним. Про любовь к себе беда. Часто ловлю себя на том, что подстраиваюсь под людей, хочу им угодить, чтобы понравиться. Это про самоуничижение перед другими. Но не могу перестать это делать, аж плохо. Найдите в себе силы. Я могу. В начале эфира. Что я вам сказала? Не пишите, не говорите, ни себе, ни людям. Вообще не употребляйте слова. Я не могу. Я могу, мне интересно, как это получится. Вот сейчас не получилось, хер с ним, в следующий раз получится. Каждый раз себе говорим, у меня получится, я могу. Я не знаю, но я хочу посмотреть, как это произойдёт. На тысячный раз это произойдёт. Вот это вот я не могу, вы приняли решение, вы поэтому не можете. Не потому, что вы не можете действительно, а потому, что вы решили, что вы не можете. И вы даже опять не написали. Я не могу перестать. Распишите, получите. Распишите, все получите. Потому, что вы не можете, вы так решили. К хоре вообще вот это делать. Напишите везде, я могу, у меня получится. Я не знаю, как, но мне интересно. Придут возможности, придут ресурсы. Скажи, пожалуйста, почему не имеют пальцы на руках? Вы не имеете перед своими действиями. Ну, то есть тормозите себя. Потому, что недостаточно хороши, как вы думаете. Но это всё враньё. В прошлой жизни умерла от работы. Кто вам такой сказал? Астролог очередной? Ну, или кто там, регрессолог? Сейчас избегаю её. Работа. Физика пятый класс. Это действие. Механическое. Которое выделяет тепло. Эксперименты. Бонитовая палочка. Трёх. Образуется статическое электричество. Энергия. Хотите избегать работы, у вас не будет энергии. Не будет энергии, вы будете пользоваться той, которая вам дана сейчас, в данный момент, в режиме энергосбережения. На поддержание организма, на желание энергии нет. И всё, она скоро закончится. И вы получите всё, что вы своей энергией поддерживаете вокруг. Здоровье, людей, деньги, ещё что-то, блага какие-то, дом, квартиру, машину, одежду, пофиг, еду даже, новый холодильник. Вот всё, что вы сейчас поддерживаете, да, у вас скоро не будет энергии на поддержание вот этого всего. Поэтому либо вы решаете, я могу и пойду трудиться, потому что труд — это ваш дофамин, это ваша радость, это ваше счастье, это ваша энергия, это ваша жизнь. Либо я свожу ручки и скопытюсь. То есть у вас есть решение, которое вы можете принять, делать или не делать, потому что делать, когда вы делаете, вы получаете энергию, да, вы получаете гормон счастья, дофамин. Когда вы сделали, да, вы счастливы от проделанной работы. Вам хорошо, вам классно, вы физиологически это испытываете, у вас есть энергия действовать дальше. Но если вы принимаете решение, что вдруг в прошлой жизни я много работал, ну шаблон, да, офигенный, поэтому в этой жизни я не могу работать. Это шаблон. Рассоздайте эту чушь, что это не так. Так, можете вы работать, потому что это реальное удовольствие. И ради денег вы не должны работать. Ради денег у вас не будет энергии. Как только вы находите работу не ради денег, а просто ради того, чтобы получать свою собственную энергию, потому что мы этой энергией творим реальность. Творим и поддерживаем всё в этом мире в материальной форме. Как только вы поймёте, то что всё материальное образуется только от вашего труда, да, и вы получаете удовольствие от проделанной работы. И мир на этом держится, а не на деньгах. Тогда у вас деньги априори будут нечаянно, потому что вот вы так хотите. У вас есть энергия материализовать деньги. Никогда не ходите на работу ради денег. Не делайте бизнес, это обречённый путь. Вы тогда можете добиться. Достигаторы добиваются своих денег, достигают благ каких-то достижениями, но они воруют эту энергию откуда? То есть они не вырабатывают энергию и не получают удовольствия, не получают вот эту жизненную энергию. Они её берут у себя же, обкрадывая своё здоровье, своё время, обкрадывая отношениями себя, ну и так далее. То есть да, я могу достичь, купить себе всё, что я хочу и заработать денег. Но я эту энергию возьму не в процессе творчества своего, потому что рутинно и тяжесть от слова «тяжело», а не от труд трудиться. Это разные вещи, да. Вы добьётесь этой энергии, не генерируя её, а высвобождая её из своих ресурсов, которые вы имеете. То есть из здоровья, из времени постареете, заболеете, разрушите отношения. То есть вы начнёте разрушать другие сферы своей жизни, чтобы заработать себе на квартиру. То есть вы эту энергию просто из одного состояния вырываете и перекладываете в другое. Но, яхезе, кому нравится такой путь? Мне нравится, чтобы у меня во всех сферах жизни было классно всё. И в отношениях, и в деньгах, и в благах, и в удовольствиях, и в здоровье. Поэтому мне приходится только делать одно, только то, что мне нравится, и всё. Других вопросов нет. Что показывают зубы? Для этого возьмите книжку «Зубы», она очень толстая, большая, 130 страниц. И там очень много про зубы. Нету ничего конкретного для вас, потому что зубы могут показывать очень много. Я рассмотрела практически всё, что могут показывать зубы. И кариес – это одно, разрушение зуба – другое, пломба – это третье, выпадание зуба – четвёртое. У детей или у вас в детстве, или во взрослой жизни. Короче, есть очень много факторов, и каждый фактор имеет свой собственный ответ. Поэтому берите книжку «Зубы» у меня и офигеете просто. Потому что, решая вопрос зубами, вы практически решите все проблемы в своей жизни во всех сферах. Потому что там даётся изменение мышления. Ну, вообще, когда ты меняешь мышление ради зубов, блин, у тебя меняется вся жизнь. Не может быть такого, чтобы ты работал с чем-то одним, да, если с головой своей работаешь, другой не поменялось. Такое не может быть. Нелли, как отпустить ситуацию, как снизить важность? Никак. Принять решение. Хочется мне быть с этой ситуацией и бороться? Борьба прождает борьбу, и вы всегда будете в решении решать эту решалку. Либо просто сказать, что так, откладывая её, ну, для мозга хотя бы, да, на неделю. Вот я подумаю 22-го там мая, 28-го мая, и буду вот решать эту ситуацию 28-го мая. С 5-ти вечера до 9-ти, там, утра, всю ночь. И отложите. И вы офигеете то, что, ну, 70% как минимум точно решится, и будут все возможности. Как только мозг зациклен на решении, он бесконечно решает. Как только вы отпускаете, как отпустить? Никак. Принять решение, всё, больше, ну, никак. Нет никаких способов. Вы ищете какие-то способы, а способы все в вашем сознании. То есть принять решение, воля и дисциплина. Всё, я подумаю об этом завтра. А сейчас я должен пойти насладиться этой жизнью. Пойти съесть мороженое, побегать. Сегодня у меня танцы, песни, написание стихов, встреча или знакомство с новыми людьми. Я хочу пойти в кино или поиграть в боулинг. Решение проблем буду оставлять на завтра. Как только вы так решаете, ваша проблема решается. Решается в том плане, что она не куда-то там исчезла. Потому что забить на проблему, она возвратится. Потому что проблема эта вторична, а возникла она из-за ваших каких-то шаблонов. Вы просто успокоите ум, и к вам придут решения. То есть вы расслабились, занялись чем-то отвлечённым, расфокусировали своё, расфокусировали свой фокус внимания. Потому что у нас, чтобы что-то решить, мы должны сначала сфокусироваться на этом, а потом расфокусировать, чтобы потом пришли ответы. Блин, это по психологии, ладно, нужно было бы это вдаваться. Короче, что я хотела сказать. Отложили, мозг успокоили, и на спокойном мозге приходят ответы. А пока вы в напряжении находитесь, вы не найдёте ответ. Отложите на потом. Самое главное мотивировать себя на развитии и стремиться к ожидаемому результату. Нет. Самое главное мотивировать себя на развитии и стремиться к неожиданным результатам. Неожиданным. Не ожидайте, не знайте. Результаты могут быть в тысячу раз круче, чем вы себе представили. Перестаньте ожидать. Ожидание всю энергию вашу тратит. Блин, вы тратите на ожидание всё, что вы заработали. Зачем? Убирать ограничивающие убеждения. С этим согласна. Которые мешают верить в свои силы. Не верить, а знать. А как знать? Проверил, увидел. Знать, слепая вера. А слепая вера, она... Это опора не на себя, получается. Короче, про веру и не веру. Шаблон вера, недоверие, доверие, знание. Вот этот шаблон надо разобрать. Найти целое. Почему вера и недоверие, и невера — это одно и то же. И как здесь приплести знание? Знание мы получаем на опыте. Когда мы сделали, проверили, увидели результат. Но один-два раза увидели результат, всё равно мы будем сомневаться. Не доверие, не, блин, не доверяю. Надо вот много раз проверить и знать. Но опять же, знание — это не знание. Потому что тот опыт, который через шаблоны вы получали постоянно, один и тот же, здравствуй, грабли, здравствуй, грабли. Не факт, что оно такое может быть. Оставаться дальше. Вы можете поменять, и ваше знание разлетится в пух и прах. Если вы поменяете мышление, вы увидите другое знание. Так что знание — это не знание, а вера — это не вера. Если вы во что-то верите, значит, вы точно не знаете. А если вы не знаете, то вера, она слепа. Короче, рассоздайте шаблон. У меня есть в постах уже рассозданный шаблон «вера, не вера, знание». И есть эфир, где мы рассоздавали эти шаблоны, рассуждали. Но вы сначала сами попробуйте это сделать. Что я за вас опять всё скажу? После сеанса проходит пяточная шпора. Евгения. Ой, классно. Нелли, что вокруг? Измены. Вы себе изменяете болезни. Вы себе сигналите токсичные мысли, пьянки. Вы уходите в неосознанку, в иллюзии. У ребёнка собака покусала. Вы себя кусаете, своего внутреннего ребёнка, свою любознательность. Собака — это инстинкты. Вы инстинктами ваше удовольствие заглушаете. Ну, блин, тут вот-вот, рассуждайте. Внимание на себе. Нелли, вы работаете? Я всё время работаю. Я даже моргаю, работаю. Сейчас сижу с вами, общаюсь, я работаю. То есть работа, она непрерывно, бесконечно во всём. Другой вопрос. Я не работаю ради денег. Да, вот я не работаю ради денег. А мы работаем всегда. Мы сидим, гундим в постели, диваны, критики, кого-то критикуем. Это тоже наша работа. А наша работа — сидеть, критиковать. У нас есть работа философствовать. Работа, даже есть эта работа. Всегда работаем. А если я не знаю, чем хочу заниматься? Супер, супер. Полжизни дома сидела. Выбираемся из дома. Очень хочу деятельность, но не знаю, что. Я тоже не знаю, что я буду делать завтра. У вас такое непаханное поле сейчас с таким удовольствием маленького ребёнка начать изучать этот классный мир. Не надо знать. Мы идём и пробуем. Напишите себе списки разных хобби, разных дел, профессий. И идите, пробуйте. Я тоже не знаю. Я даже знать не хочу. Мне неинтересно знать. Мне интересно не знать. Я хочу попробовать. Не понравится, пойду дальше. Интересно, а мне нравится рисовать? Я не знаю. Я ещё не пробовала. А мне нравится на пилоне танцевать? Я не знаю. Я не пробовала. Мне надо сходить на мастер-класс и попробовать. А вдруг понравится? Я ещё не знаю. Понравится ли мне на боксе? Я занималась в боксе, мне нравилось. Понравится ли мне сейчас? Я не знаю. В детстве, вернее, боксом занималась, но недолго. Может, мне сейчас тоже понравится? Я не знаю. Мне надо пойти попробовать записаться на все кружки мира, кружки, занятия какие-то. Сейчас в наш век информации вы можете скачать любой урок любого искусства, любого творчества бесплатно, посмотреть на YouTube. Либо вы можете бесплатно на открытый урок записаться в любую секцию. Вы даже можете в тренажёрку прийти, и вам сделают там полный обзор, и вам разрешат посидеть на тренажёрах и попробовать. Но пока вы не попробуете, вы не узнаете, чем вы хотите заниматься. И сам прикол-то — не узнать, чем заниматься, а этим заняться. Потому что жизнь не в этом заключается — узнать своё дело и этим заниматься. Мы не можем одним и тем же делом заниматься. Мы так устроены, нам всё время идти в новое нужно. И весь смысл жизни — заниматься, пробуя, разное. Вот весь смысл. А не в том, чтобы это найти и застрять там. Когда вы в этом застрянете, вам это будет не мило. Вам нужно будет ещё что-то. Либо это глубже развивать вам нужно будет. То есть мы не можем на одном месте находиться, мы всё время эволюционируем, мы развиваемся, расширяемся. Нам всё время нужно внедрять новые знания. Вы можете в одном предмете внедрять новые знания, углублять, расширять, совершенствовать мастерство своё. А можете разное по чуть-чуть пробовать. Нету разницы ни в том, ни в том, и то хорошо, и то хорошо. Но очень круто, когда ты идёшь, изучаешь всё подряд. Блин, это классно. Чё вы зациклились в предназначении найти себе дело и им заняться? Не зацикливайтесь на этом. Ну, само собой сложится. Ваш ум потом отсеет всё-всё-всё ненужное. И мозг, и ум, и подсознание, и тело. Всё отсеет ненужное. У вас останется самое интересное, самое вкусное. Так, а если у сына 21 год, сказали, что может быть бесплодие? Это мне надо над этим работать. Да, это вам нужно работать. Ты мне мозг взорвала однажды, когда в эфире рассказала, что работать ради денег – это тупик. Конечно, тупик. Перевернула жизнь с головы на ноги. Класс. Теперь обратно перевернитесь с сальто. Работу делаю, но для других и без радости. Накопилась большая усталость. Ну, потому что вы в ресурсе энергосбережения сейчас живёте. Вы не генерируете новую энергию, да, на реализацию всего, что вы хотите, ваших желаний. А вы исчерпываете ту, которая вот сейчас, в данный момент у вас уже есть. Сейчас есть страх начать проявлять действия. Что такое страх? Блин, люди. Самый банальный пример. Пришли в лес, видели волка, видели медведя, собаку злую. У вас страх, выработка адреналина. Что даёт вам адреналин? Действовать. Вы были хромой, медленный, там вообще никакой. И тут вы начинаете просто бежать, как спринтер-марафон. И вы бежите через препятствия круче любых бегунов, потому что у вас столько сил убежать. У вас только адреналина, что всё невозможно становится возможным. Люди в таком страхе за ребёнка могут машину поднять, чтобы туалету поднять. Такие силы у человека во время адреналина рождаются. Неимоверные. Что такое страх? Это сигнал действовать. Сейчас есть страх начать проявляться. Блин, вы себе пытаетесь адреналин подкидывать. Видать, у вас ещё страх такой, не страх нифига, пока придуманный. Вот когда будет настоящий страх, вот тогда будет адреналинчик. И тогда вы метнётесь кабанчиком и начнёте что-то делать. Вам нужен адреналин. Но пока вы что-то его в маленьких дозах себе даёте. Как начать действовать? Просто начать! Какой п*** я сижу и ничего не делаю? Идите на орите на себя просто. Звездоните себя чем-то. Возьмите тяжёлый утюг и дайте себе по морде. Какого хрена вы сидите и ничего не делаете? Ой, блин, ну это же ваша жизнь. Почему я вас ещё мотивировать должна что-то делать? Почему я должна пинки вам раздавать? Я хочу с вами просто пообщаться, вот, как друзья. Да, вы всё ждёте от меня пинка. Ну, поните вы уже себя сами, пожалуйста. Книга про зубы будет в печатном виде, в электронном. Ты будто дала мне официальное разрешение быть счастливой. Да, вот, у меня тоже сейчас такое ощущение было, что вы ждёте от меня разрешения. А можно ли мне действовать? А можно ли мне любить? А можно ли мне счастливой быть? А можно ли мне работать? А можно ли мне пойти сейчас это, творить что-то? Или изучать? Ожидание — это отложенные страдания. Согласна. Слушай, а тебя я забила на всё, живу одним днём. Благодарю, жизнь. Кайфую. Да, это круто. Живите так, как будто это последний день вашей жизни, и попытайтесь в этот день сделать всё, что бы вы хотели в этой жизни сделать. Блин, почему вы сидите и откладываете на завтра? Недоимка. Чтобы что-то попробовать, деньги нужны. Начало эфира. У меня нет денег. Нужны деньги. Я не могу. У меня не получится. Шлите. Матами. Разрушите эти уже нейронные связи. Я могу. У меня получится. Я не знаю как. Да похрену сколько денег. Мне сейчас все возможности придут. Вы познакомитесь с людьми, а эти люди окажутся, что они вот держат студию рисования и пригласят вас туда порисовать. Возможности приходят каждый день. Вы не хотите их видеть, потому что у вас решение их не видеть. И я не могу, у меня не получится, у меня нет денег, мне недостаточно денег, за это надо платить, а это дорого. Это шаблон, это решение. Вы это решили, все, мир вам показывает. Да, это дорого, и тебе ни по зубам и ни по кормам. Что ты так решил? Это не потому что мир такой, потому что ты так решил. Чтобы попробовать, нужны деньги. Что за чушь? Сейчас вы можете попробовать любое ремесло. В интернете видеоролики, как попробовать, как начать, как сделать, что купить, что слепить, куда что засудать. Смотрите любые. Даже на того же программиста, которого я пошла учиться, разработчика приложений, бесплатных курсов в интернете полно. И даже не об этом речь. Вы хотите вживую пойти. Мастер-классы сейчас. Любая нормальная школа с любыми какими-то творческими, нетворческими, любыми делами, которые они там предоставляют, услугами, они всегда дают попробовать на вкус, бесплатно. День открытых дверей, мастер-классы и так далее. Вы не хотите это видеть, а оно есть. Вы решили. Я вижу каждый день миллиард курсов и приглашений. Меня всё время приглашают. Нелли, приходи ко мне в студию рисования, приходи ко мне на танцы, приходи ко мне на бокс, приходи ко мне сюда, сюда, давай постреляем, давай побегаем, приходи в бассейн. Я могу вообще не платить в этой жизни ничего, потому что я вижу это всё, у меня нет шаблона, что это невозможно, у меня нет шаблона, что за всё надо платить, у меня нет шаблона, что я не могу. Я всё время говорю, я могу, я не знаю как, возможность придёт. Как только я себе это сказала, ресурсы сразу начинают просто вот на тебя сваливаться. Но вы своим решением, что, блин, нужны деньги, начинаете себе проецировать вот эту реальность. Да, они во многих случаях нужны, чтобы вы показали себе готовность оценить то, что вы хотите получить. Но другой вопрос, если вы готовы, деньги придут. И они к вам приходят, вы даже не замечаете, сколько денег в вашей жизни приходит. Посмотрите, сколько в вашей жизни много хлама, ненужного. Сколько вы всего сожрали ненужного, сколько вы себе купили ненужного, сколько вы потратили денег ненужного на сигареты, на алкоголь, на ненужные вещи, на это барахло. Сколько вы потратили всякой херни от вашей жизни просто, и времени потратили на херню, и денег. А сколько бы вы могли потратить их на своё самообразование и на творчество. Но вы привыкли, что платить надо вот за жесть какую-то, на лекарства, на стоматологов, на врачей, на то, чтобы проходить эти там анализы. Вот на них деньги есть, но это же нужно, это же здоровье. Да блин, ваше здоровье зависит от того, сколько вы творите, а не сколько вы там в жизни прожили, и теперь у вас болячки из-за прожитых лет накопились. Да ни хрена. Первое, куда вы вообще должны тратить деньги, это в самообразование, в расширение своих возможностей, в изучение информации, в изучение своих творческих ресурсов, и что вы можете этому миру дать, а не что взять. Я хочу больше одежды, да подороже, да, я хочу там вот это, вот это, вот это, я хочу дай, дай мне, мне, мне. А что вы дали? Понятное дело, у вас нету денег, которые у вас есть, на минуточку, но вы просто не туда их тратите. Вы не видите, вот, ну блин, столько возможностей перед, ну блин, ресурсов перед глазами. Но оно есть. Прям бесит подруга секс со всеми подряд, блин, завидую вашей подруге, она молодец, вот, я вот прям за, что я не вижу. Вы не видите в себе закомплексованную женщину, которая по шаблону один-единственный, короче, запрет на удовольствие, опять же, женские болезни, наверное, как следствие. Женщина, та ваша подружка, да, она ищет, скорее всего, не секса, а удовольствия, просто пока не понимает, как эти удовольствия получать. Она пока их только через секс. Кто-то через секс, кто-то через еду затыкает свои затыки, да, а удовольствием мы получаем истинную радость от проделанной работы, от того, что мы что-то сделали. Это не имеется в виду сотворили, слепили, там, картину нарисовали, нет, сделали, допустим, взяли и дошли от пункта А до пункта Б, выспались, или ещё что-то. Любые наши действия, и мы, если обратили внимание, что мы это сделали, получили от этого удовлетворение, это наша энергия, это наше удовольствие. Мы дофамин-то получаем, когда? Ну, час от еды, поэтому нам уже ничего не хочется делать, потому что у нас достаточно удовольствия, мы пересыщены им, поэтому ни на что другого у нас нет. А она не хочет от еды получать свой дофамин, она его получает от мужчин. Пускай. Плюс вы не занимаетесь своей жизнью, блин, бесит подруга, какого хрена вообще? Вы лезете в чужие жизни, она свой опыт получает. Но транслирует она вам, что вы тоже зациклились где-то на какой-то одной штуке, которая может якобы приносить вам удовольствие, а типа других нету, никакого разнообразия. То есть вы зациклены, кто-то на еде зациклен, кто-то зациклен на своём бизнесе, кто-то зациклен в любовь в детях, кто-то зациклен в сексе. Мужики, когда не получают удовлетворение от работы, блин, им вообще там секс с разными женщинами побольше-то побольше, потому что от них нужна энергия. А где её взять? В сексе. Но это тоже, конечно, шаблон. Продолжение следует... Продолжение следует...